привет всем хочу высказаться на давно отложенную тему про невидимых членов семьи а если брать шире про невидимых членов или участников отношений любых отношений в качестве вступления многие знают эффект и олег олегович про это явление говорил в отдельном ролике случается что довольно высокий авторитетный крутой начальник принимает важнейшие решения особенно кадровое решение под влиянием своей супруги иногда сотрудники об этом знают и соответственно чтобы войти к нему в ближний круг подняться в лестнице они вынуждены каким-то образом сделать так чтобы они понравились его супруге хоть даже они может никогда в глаза не встречались с ней что это по сути означает что в производственных отношениях есть невидимый участник причем участник с очень большой властью наделенной большими полномочиями при этом его не видно и иногда даже неизвестно что он вообще есть то есть неизвестно кто собственно принял важнейшее решение которые вроде как исходят от руководителя в тяжелом случае даже сам руководитель может об этом не догадываться второй пример знаковая сцена из очень неплохого фильма который называется история о нас story of us с брюсом уиллисом и мишель файфер главных ролях брюс уиллис как-то говорил что это роль самое сложное в его карьере сложнее чем все боевики вместе взятые я ему верю фильм немного упрощенный немного перегруженный хэппи-эндом но местами довольно глубокий и вот эта сцена когда психоаналитик объясняет супружеской паре что когда они находятся в постели но вообще-то не только в постели на самом деле присутствует не два человека а минимум шесть и далее эта сцена с шестью людьми прямо разыгрывается прямо на кровати причем каждый из супругов слышит только своих родителей но не слышат родители с другой стороны то есть члены семьи это они невидимые но они не всем невидимые но все же этот пример не совсем о том о чем я хотел здесь сказать потому что здесь речь идет про внутреннее отображение родителей не живые родители которые реально выслушивают что произошло в этой паре а так сказать проекция тех личностей которые остались у главных героев в качестве образа кто были их родители как они рассуждали как они себя вели на практике интимные отношения это отношения самые близкие какие только можно себе представить и под интимными я не имею ввиду сексуальном смысле интимные эмоционально то есть когда человек подпущен очень близко к границам другого или даже местами входит в границу то есть есть взаимное пересечение границ когда происходит взаимное пересечение границ то фактически возникает такой третий юнит который обладает уже собственной границы и включает себя обоих участников и этот новый юнит выступает субъектом более сложных отношений то есть юнит с юнитом юнит с другими людьми юниты организации и так далее это мета клетка с уколями с двумя ядрами можно сказать требует для существования защиты своей оболочки этих самых границ границ этой третьей общей сущности границы этой сущности постоянно подвергаются взаимодействию с внешней средой какого-то рода агрессивности механической химической но для его существования эта клетка должна поддерживать свою оболочку и если вдруг в ней по какой-то причине образуются дыры то их нужно залечивать иначе дыра может разойтись и внутренняя часть клетки смешается с окружающей средой на чем в общем клетка перестанет существовать в этом весь смысл клетки но есть ряд угроз которые исходят не снаружи а от составных частей этой клетки внутри можно условно ранжировать их по степени серьезности степени влияния степень первая это когда слишком много людей снаружи знают слишком много деталей о внутреннем содержимом клетки и знают не потому что подглядели и не потому что вторглись а потому что кто-то изнутри слишком любит делиться закрытой информацией внутренней информации просто выкладывая на свет будь то в анонимном виде или какому-то другу или подруге или членом расширенной семьи человек делает внутренние закрытые данные публичными и таким образом уже даже таким простым действием открывает их для внешнего воздействия потому что мы все знаем даже физики и тем более в психологии наблюдатель даже абсолютно молчащий наблюдатель с каменным лицом ничего не выражающий сильно влияет на то на что он смотрит можно спорить о механизмах того как это происходит и почему оно так происходит но это известное явление вы опубликовали некую историю о себе даже если она лишена всех конкретных деталей вы этим открыли свой сценарий отношений свою шахматную партию отношений скажем так для внешнего воздействия стадия 2 более тяжелая когда эти самые внешние люди ознакомившись с тем что вы им предоставили начинают высказывать мнение или давать рекомендации чтобы стоило сделать бывает человек знает об этих людях знает их лично это например его там дальние родственники а может вообще о них ничего не знает даже какого они пола и возраста потому что это какой-то неизвестный собеседник в интернете и этот неизвестный собеседник уже гораздо сильнее влияет на ситуацию на внутреннее состояние этой клетки потому что он непосредственно воздействует на сознание одного из участников причем второй участник об этом не знает так что для него все изменения дальнейшие изменения в отношениях в системе из двух людей будут выглядеть так как будто у них дома завелся человек-невидимка причем один из пары эту невидимку видит и может с ней разговаривать и общаться выдавать информацию принимать назад мнение советы а второй человек не видит и может даже не знать о том что такой человек существует третья стадия это когда у обоих участников отношений таких невидимок несколько у каждого несколько и степень и количество обмена информацией и глубина информации чувствительность информации интимность информации эта степень с невидимками превышает ту степень которая поддерживается в отношении двух людей то есть фактически отношения двух людей превращаются в отношении двух кругов плохо определенных кругов скажем условно 10 человек в этом круге 10 человек в этом круге и эти два человека собственно герои моего рассказа они являются всего лишь точкой соприкосновения через которые происходит общение взаимодействие вот этих вот двух облаков по мере расширения этих облаков роль самих участников этих отношений размывается сильнее и сильнее они все меньше и меньше влияют собственно на ситуацию они являются всего лишь порталами или контактами через которые проходит поток они его фильтруют до некоторой степени они как-то его окрашивают но в целом это поток не их и получается что человек вроде бы изначально хотел просто но можно сказать открыть форточку немножко продетрить и впустить свежего воздуха получить какой-то дополнительный взгляд со стороны на сложную может быть действительно сложную ситуацию но может так случиться что открыв форточку чтобы проверить окно люди впускают свои отношения ураган ураган который бушует снаружи целая толпа совершенно посторонних людей может быть вполне добожелательно настроенных но она хочет решить собственные проблемы которые у них самих решать не получилось свое время между прочим грамотные вопросы границ люди во-первых не дают советов тем более непрошенных собственно непрошенный совет не есть совет если быть точным а во вторых даже отказываются выслушивать излишне интимную информацию потому что они знают что эта информация влияет и на них самих и на тех о ком эта информация даже если они ничего не скажут в ответ так что этот поток ураган в буквальном смысле начинает выносить ссор из избы а это влияет на семью отсюда и пословица по большому счету существует всего два исключения когда правило границ интимности можно нарушать но в разумных пределах конечно это люди которые профессионально подготовлены к тому чтобы уметь работать в границе пар и при этом они связаны профессиональными обязательствами по неразглашению по экологичному поведению в паре ну и еще рядом моральных принципов и эти люди либо священники в той религии которые пара исповедует либо это платный это важно платные психотерапевты то есть психотерапевт находится не в состоянии дружеских отношений с кем-то из составляющих пару а он является своего рода врачом который делает то что делает только при необходимости особый случай защиты границ пары и социальной гигиены какие-то называю это конечно поведение в социальных сетях тяжелая форма такого не гигиеничного поведения может выглядеть так живут муж и жена и каждый из них и люди со стороны вроде бы думают что то есть такой юнит из двух человек а на самом деле на фоне например у мужа одним из его главных советчиков и человеком который очень хорошо знает все происходящее в этой паре является его мама мама уже так хорошо в возрасте в целом жена может догадываться об этом ну вот так прям точно может не знать что вот некие конкретные шаги конкретные решения даже может быть некоторые конкретные фразы придумал и сказал не муж а ему настоятельно посоветовали сделать так так что фактически она общается не с мужем она общается сквозь него с кем-то невидимым но ощущаемым а у самой жены при этом может быть целая тусовка какого-нибудь укромном уголке интернета может быть достаточно закрытая не то чтобы совсем уж публичная но состоящие скажем из там двух десятков женщин которые друг друга глаза не видели и знают только по переписке и многое что происходит в этой семье на самом деле определяют эти 20 женщин а вовсе не сама жена получается муж живет как бы с невидимым гаремом только мозги ему получат 20 невидимок голосом и телом он общается только с одной из них у здоровой клетки оболочка является и фильтром и экрана если пропускать все то это будет значит что клетка считайте перестал существовать она стала одним целом с окружающей средой если не пропускать ничего клетка погибнет от голода и от недостатка кислорода но все-таки оболочка клетки как и человеческой кожи кстати говоря гораздо большей степени является защитой чем фильтром так что здоровый критерий для оболочки ваших отношений интимных отношений это примерить на свою кожу в какой степени вещества проходит снаружи сквозь кожу внутрь или изнутри сквозь кожу наружу примерно в этой же степени стоит вести обмен информации интимной информации с внешним миром для подавляющего большинства людей в наше время это означает что поток информации интимной информации что снаружи что изнутри нужно очень сильно убавить в десятки если не сотни раз но это лишь частное мнение я не психолог на этом у меня все пока удачи желаю вам здоровых границ в интимных отношениях